Состоялось 28-е заседание Народного Собрания Республики, в работе которого принял участие глава Республики Ингушетия Нюзбек Кивкуров, председатель правительства Муса Ачелиев, главный федеральный инспектор Северокавказского федерального округа по Ингушетии Владимир Трубицин, прокурор Республики Павел Беляков, члены правительства, руководители Министерств и ведомств, главы администрации городов и районов. На повестке дня заседания Народного Собрания Республики первым был заслушан отчет председателя правительства о результатах деятельности правительства республики за 2012 год. Муса Ачелиев обозначил основные приоритеты в работе правительства на сегодняшний день. Основными приоритетами в работе правительства на сегодняшний день являются принципы указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, включающие в себя базовые реалитеты государственной политики, такие как повышение качества жизни граждан, и культурное, образовательное и спортивное развитие. Поручение, озвученное главой Республики Ингушетия в послании Народному Собранию. Далее председатель правительства доложил о положительной динамике развития по многим показателям экономики и социальной сферы, о развитии агропромышленного комплекса, строительстве социально важных объектов, развитии образования и здравоохранения всех сфер жизнедеятельности республики. После отчета Муса Ачелиев ответил на многочисленные вопросы депутатов Народного Собрания. Глава Республики Юнсбек Кивкуров выразил благодарность за проделанную работу, в целом дал положительную оценку деятельности правительства. Конечно, оценивая работу правительства, я вижу вот эти куски, которые сегодня здесь. Да, недостатки есть, бесспорно. И правительство их не скрывает. Поэтому я оцениваю работу, я еще и глава субъекта, работу правительства, как и доверяю. Опять же, стратегические направления, которые мы находили, которые мы сегодня делали, закончилась самая главная проблема республики – разбазаривание земли. Сколько тысяч гектаров мы взяли на землю назад и возвращаем без использований. Закончилась хаотичная, проглазаривание, так сказать, каждый, кто захотел, заскакал, занимал 1-2 гектаров, забивал колышки. Закончилась эра строительства хаотичного, контролируемого, оставляем даже сносить. Это уж те, для нашей республики это уж те, это не стратегия, но это стабильность завтрашнего поколения. Депутаты Народного собрания Ингушетии в первом чтении приняли поправки законопроекта о выборах главы республики, согласно которому высшее должностное лицо Ингушетии будет избираться республиканским парламентом. В ходе обсуждения вопроса представители Единой России, которых в Народном собрании большинство, 22 депутата из 27, высказали за избрание главы Ингушетии депутатами парламента. В поддержку законопроекта также выступили депутаты от КПРФ «Справедливая Россия». Говоря об итогах деятельности правительства и о всех формах исполнителя власти по итогам 2012 года, откровенно хотелось бы сказать, что достаточно хорошая динамика, хороший позитив в социально-экономическом развитии. Хорошая идет реализация федеральной церковной программы, 10-16-й годов, региональной программы и ряд других. И самое главное хотелось бы отметить, говоря о цифрах, конечно наши сограждане не всегда могут оценивать, исходя из тех цифр, которые звучали сегодня в докладе, и сопоставлять, что сделано и в каких объемах. Самое главное то, что мы видим. Я вас уверяю, за последние годы не было введено в строй и в эксплуатацию стоки объектов различного назначения, как социального, здравоохранения, образования и так далее. Таких объектов в нашей республике. Это позитивно и большая динамика. Есть ли какие-то наметки, что-то из них запущено? Мы в этом году будем работать в рамках послания главы на 2013 год Народному собранию.